Пионеры Из миллиона старшеклассников в финал вышли полторы тысячи тех, кто посвящают свободное время саморазвитию. 300 ребят стали победителями, среди них 11 ямальцев. У команды округа стопроцентный успех. Все получили образовательные сертификаты от 100 тысяч до миллиона рублей. Я являюсь руководителем проекта по съемке образовательного фильма-концерта, посвященного 80-летию обороны Дуба. Для 20 улиц своего города я изготовила сайт полностью ручную с максимально подробным описанием того или иного деятеля. Всего направлений 12, в том числе наука и технологии, здоровый образ жизни, путешествия, волонтерство, молодежное предпринимательство. Есть темы, которые буквально витают в школьных коридорах. В Таркасале ребята задумались о том, как разнообразить досуг на переменах. Мини, в своем мире, в клиенте, по физической подготовке, может быть, интеллектуальные игры. Некоторые проекты претендуют на то, чтобы стать межрегиональными. Например, в Чувашии работает лаборатория, где разрабатывают методики по эффективной подготовке к ЕГЭ, в том числе для родителей, которые искренне хотят помочь, но не понимают как. Универсальные методики больше с психологической точки зрения того, как лицей поступать в той или иной ситуации. Мозговой штурм планируют провести в Казани, а самой методикой потом готовы поделиться с Ямалом. Губернатор пожелал команде успехов и пригласил на экскурсию по арктическому региону. Для своих ребят ямальских, ну и, конечно, в первую очередь для наших ребят из других регионов. У нас вот здесь традиционная наша поездка на Ямал весной. Ребята были там. Я снова всех приглашаю. Мы постараемся делать очень интересно для вас. Посмотрите наши промышленные объекты. Очень крутые, масштабные. Ребята раздают сертификаты. И очень жду вас у нас на Ямале. Поездка запланирована на будущую весну. Она станет уже пятой. Александр Ребекко, Андрей Сивов. Программа «Время. Ямала».